я приветствую вас на канале мамина пекарня сегодня мы приготовим вкусное первое блюдо рыбный суп с фрикадельками я пропустила фарш из одной горбуши а из головы и хребта уже сварила рыбный бульон много раз этот суп я варила и с покупным фаршем просто на воде получалось тоже очень вкусно и так фарш у нас готов бульон на плите или вода закипает уже на плите а нам нужно нарезать овощи для пассеровки лук морковку и болгарский перчик мелким кубиком нарезаем и разогреваем сковороду с растительным маслом у нас все нарезано отправляем обжаривать картофель нарежем кубиком и отправим в кипящий бульон мы варим суп на 3 литра жидкости или бульона на 3 литра я обычно кладу столовую ложку соли а потом немножко пол чайной ложечки наверное довожу до вкуса или специями специи часто бывают тоже солью поэтому запомните 3 литра бульона 1 столовая ложка соли варим до закипания а затем добавим глинозеренный пропаренный лист овощи обжарились до мягкости добавляем сюда две столовые ложки томатной пасты перемешиваем и продолжаем пассеровать на тихом огне 5 минут займемся фаршем в рыбный фарш я добавляю сладкую молотую паприку черный перец и соль также можно выжать сок лимона добавляем одно сырое яйцо и хорошо вымешиваем фарш со специями и с яйцом фарш может быть из рыбы любых пород перемешиваем и выбиваем картофель закипел посыпаем к нему рис пассерованные овощи с томатом готовы отставим их в сторону будем закладывать их в самом конце нашинкуйте зеленый лук отправляемся делать фрикадельки влажными руками возьмем фарш и сформуем его в виде большой такой котлетки и начинаем отделять и закидывать фрикадельки и закидывать фрикадельки Постоянно подравниваем фарш, чтобы фрикадельки были кругленькие и гладкие Все фрикадельки всплыли на поверхность, они готовы Я добавляла туда, кстати, молотую сладкую паприку и аромат неповторимый Добавлю еще одну чайную ложку хмели-сунели Это универсальные специи, которые подходят для любых супов Практически все готово, выкладываем пассерованные овощи с томатом и зеленым луком Накрываем крышкой и оставляем потомиться на тихом огне еще 15 минут Суп получается просто классный, ароматный, красивый И здесь вам не попадутся косточки Просто загляденье Готовьте всегда с удовольствием, с любовью к тем, кому вы это готовите А я желаю вам хорошего настроения и до новых встреч на моем канале Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok